С 22 апреля и по сей день сотрудники коммунальника активно и бережно высаживают цветы в областном центре. Работа еще не завершена, однако обрещание гостей города уже успели оценить труды обрестских цветоводов. Мне как жителю города Бреста отрадно видеть наш город красивый, цветущий, благодаря коммунальным службам. В городе появляются новые цветы, декоративные хвойные растения, которые преображают и делают наш город более красивее. Я живу в Минске. Сегодня случайно приездом было в Бресте. Очень красиво каждую весну, как озеленяют город, коммунальные службы, очень приятно смотреть, и деревья зеленые, пахнет жасмином, прекрасно. Очень красиво, очень приятно прогуляться, очень красиво глазу. Допустим, я с города Барановичи, ну, чувствуется прям огромная разница по сравнению с нашим городом. Больше насыщенности, больше каких-то деревьев, больше каких-то цветов. Ну, у нас такого нет, например. В этом году в Бресте в летний период будет высажено более полумиллиона различных цветов. Классические петунии, бегонии, виолы и пеларгонии, бархатцы и сульфиты, дихондры и цинерария приморская продолжают радовать брещан на городских клумбах. Сегодня цветочный бум уже можно увидеть на проспекте Машерова, на клумбах вблизи ЦУМа, на входе в скверы Конникова, а также на площади Ленина и на многих других локациях. В этом году у нас, конечно, погодные условия нам поспособствовали, и высадка цветов началась очень рано, потому что с конца апреля мы уже начали высаживать виолу. В этом году май выдался очень теплый, и апрель тоже, поэтому работы начали у нас идти с апреля месяца. На данный момент у нас уже высажено порядка около 200 тысяч цветов однолетней рассады в городе. Безусловно, с каждым годом город у нас, во-первых, разрастается, появляются новые районы, появляются новые локации, появляются новые места отдыха излюбленные, горожан и гостей, конечно же, города. Конечно, хочется, чтобы город, как и прежде, мы удерживаем марку цветущего города Бреста, поэтому с каждым годом наращиваем, наращиваем эти обороты, привносим какие-то новинки. Вообще работа по посадке цветов нелегкая, долгая и кропотливая. Для начала нужно как следует подготовить почву, ну а после аккуратно и, главное, с любовью можно приступать к высадке. Работа не из легких, скажем так, потому что, сами видите, погодные условия у нас разные, и дождь, и жара, и мы все время работаем, потому что надо наводить красоту в городе Бресте. Все любят, всем нравится, люди даже говорят многие спасибо за наш труд, это очень приятно. Там, да, надо обращаться, естественно, что с любовью, самое главное, потому что, если ты не будешь слюбить свою работу, и как и работа не будет выполняться настолько добросовестно, как мы ее делаем, надо работать в паре, потому что кто-то садит цветы, кто-то тебе помогает, подает их. Это, естественно, что это командная работа. Ландшафтный дизайн – это искусство, создание пейзажей, формирование городских пейзажей, эстетического каркаса Бреста – главная задача коммунальника. Здесь работают талантливые инженеры, креативные архитекторы, опытные мастера, которые благоустраивают областной центр. Из года в год работники предприятия радуют брещан и гостей города нестандартными формами цветников, благоухающими скульптурами малых форм и яркими клумбами. Сейчас у нас в ландшафтной архитектуре пошла большая тенденция – это модульные цветники. Мы наблюдаем их сейчас в городе, с прошлого года мы начали их устанавливать, они очень хорошо себя зарекомендовали. В этом году вот сейчас уже появилось у нас три места, куда мы выставили эти цветники. Это остановки по улице Машерова, вход в скверы Конникова и улица Машерова возле Интуриста. Там у нас в больших вазонах стоят красивые хвойники. Все лето цветочный бум будет радовать горожан и гостей города. Коммунальные службы будут делать все, чтобы это цветочное убранство пестрило новыми и яркими красками.